здравствуйте дорогие друзья вы очень просите рассказать как лично я буду готовить свою теплицу к посадочному сезону в том году у нас было очень неблагоприятное лето дожди шли июль август многие растения заболели и поэтому в теплице конечно могли накопиться всевозможные возбудители заболеваний и плюс еще и зима тоже у нас была катастрофическая какая-то в нижгородской области я вот например не помню чтобы настолько долго были оттепели чтобы таяло посреди зимы все до черной земли и все это колебалось то оттает то замерзнет но вообще не было сильных морозов совсем и вот очень волнуются что все взбудители болезни конечно перезимовали лучше особенно в теплице и особенно у тех кто закрывает теплицу на зиму поэтому вот усиленная должна быть обработка если мы например обрабатывали почву в теплице один раз биопрепаратами то в этом году я бы советовала провести эту обработку повторно то есть до посадки желательно хотя бы 2 лучше 3 раза пролить биопрепаратами какими именно вы знаете сейчас очень большой выбор и препараты такие в которых действующие вещества а сходные это полезные бактерии полезные микроорганизмы полезные грибы все смотрите на упаковках и там написано действующее вещество более того даже тем кто а за границей можно поискать в продаже такие препараты потому что как правило действующее вещество бывает написано на упаковке на латыни то есть например всем нам хорошо известны уже бактерии bacillus subtilis всем нам хорошо и известны уже грибы триходерма если вот они входят в состав это значит что они и очищают почву и оздоравливают ее и борется с патогенами то есть можно даже теплицу помыть этими препаратами но еще раз повторюсь работают все эти микроорганизмы при температуре от 12 градусов и выше лучше 14 градусов дождаться как определить что почва уже достаточно прогрелась ну вот знаете существует уже сейчас термометры для почвы вы их втыкаете и смотрите какая температура ну хотя бы на глубине где-то 10-15 сантиметров где живут вот у нас эти полезные микроорганизмы чтобы они нашу почву эффективно оздоравливали а то может так получиться что мы их с вами внесем они хорошо поработать на нас и не смогут как обрабатывать стенки теплицы если это микроорганизмы то они живут во влажной среде и понятно что мы в солнечный день этого не делаем мы ждем вот такой например пасмурной погоды как сейчас да но сейчас холодно еще раз повторюсь что я этого делать не буду если можете видеть у меня стенки теплицы еще не обработаны можно конечно и химическим каким-то способом их помыть но если мы за экологическое земледелие то лучшие стеночки вымыть тоже каким-то вот биопрепаратом я сейчас вам покажу на примере вот такого препарата который называется оздоровитель почвы это мы будем в почву носить да и биозащита от болезней это производство эко дачник и вот в уголочке здесь можно эмблемку такую видеть что это эко дачник и состав опять же там смотрите все написано и вы не ошибетесь то есть вот спрашивают а можно ли чем-то там заменить или вот опять же за границей где мне найти такие препараты действующее вещество смотрите кроме а бацилла субтилис и триходермы здесь что сюда еще входят здесь азот фиксирующий например а бактерии и ряд других бактерий которые тоже способствуют оздоровлению именно почвы что они еще делают именно вот чистят почвы от фитотоксинов что за фитотоксины такие а это то чем мы обрабатывали с вами наши растения для защиты от болезней для защиты от насекомых если мы применяли какие-то химические вещества вот к сожалению некоторых насекомых как белокрылка ее очень трудно вывести какими-то биологическими средствами либо надо тут с этими опрыскивателями стоять просто вот дай и без конца их применять потому что она размножается катастрофически быстро вот и поэтому биопрепараты надо повторно повторно применять против нее только вот тяжелая артиллерия я считаю это какая-то химическая защита поэтому все что вот у нас попало в почву с этими препаратами кто-то против фитофторы использовал какие-то фунгициды не биологические да то есть это все у нас здесь в почве находится вот мы и чистим этими биопрепаратами как я уже сказала вот эко дачник он как раз там такой состав подобрал что вот и оздоровление почвы идет то есть патогены патогенов мы уничтожаем плюс еще связываются вот эти все вредные вещества и тоже разлагаются и так далее еще про разложение вот тоже спрашивали а что я делаю с теми сидератами которые например я посеял я вот для эксперимента на одной грядке вот на этой оставила специально сейчас мы так снимаем потому что выглядит она не очень презентабельно а сидерата остались я их не заделывала с осени в почву и вот чтобы сейчас это разложение быстрее произошло тоже можно вот этими препаратами и пролить это ускоряет разложение растительных остатков органики какой-то мы может быть компост навоз сюда вносили носили какой-то мульчу да для того чтобы у нас почва здесь была все время прикрыта и так как мы делаем все очень просто здесь для закрытого грунта норма вот какая 20 миллилитров на 5 литров воды вот у нас здесь ведро 10 литровая и мы отмель отмеряем здесь 40 получается миллилитров это шприц вот посмотрите 20 миллилитров шприц и мы берем просто жидкий этот концентрат мы набираем вот смотрите как это все выглядит да и выливаем воду вода теплой тоже должна быть да то есть это вот я еще раз повторюсь мы ждем с вами более теплой погоды а вот сейчас этот препарат есть в почве уносить не буду в этой теплице потому что холодно куда у меня вот это ведро все уйдет у меня сейчас есть рассада всевозможные перцы томаты земляника цветочной рассада комнатные цветы после пересадки после обрезки вот эти все препараты они очень помогут всем моим растениям поэтому меня не пропадет вот такой получается светло коричневый растворчик и мы это сейчас перемешаем и в принципе можно было бы это все вносить в почву если бы у нас сейчас было тепло как это делается да просто вот вы выливаете из гидравлейку и проходитесь по этой грядкой грядки буквально пробежаться надо не лить вот чтобы это был как хороший полив такой да вы поймите что это мы заражаем в хорошем смысле заражаем нашу почву вот вот этими полезными микроорганизмами а дальше проливаем чистой водой вот здесь в лечке у меня обычная вода чисто без всяких растворчиков да чтобы нам помыть теплицу стенки теплицы вот можно взять другой препарат это биозащита от болезней и здесь нормы тоже до даны 10 миллилитров на 10 литров воды я бы в два раза больше еще концентрацию это взяла ваш убить так уж убить то и как это вносить опрыскиванием густым опрыскивателем густым опрыскиванием вот я взяла такой опрыскиватель он кстати очень хороший здесь нагнетается давление автоматически и ну эта работа вот поверьте она очень легко выполняется очень быстро выполняется и вот этот препарат мы наносим на стенки теплицы еще раз говорю что в солнечную погоду мы этого не делаем можно сделать это где-то под вечер можно сделать вот в такую пасмурную погоду и вот эта обработка у вас хорошо произойдет еще куда я советовала бы вот побольше внести вот этого препарата именно с помощью опрыскивателя на все стоечки где вот они граничат с почвой где там перекрещивание какие-то идут конструкции ваших да то есть там вот особо вы увлажните вот этим препаратом биозащита от болезни вот смотрите дорогие друзья у меня еще такой пузыречек есть это пузыречек более такой экономный его для чего использовать можно он тоже есть продажи но вот когда мы большие площади обрабатываем лучше конечно уже взять большую вот такую упаковку да а это вот для рассада например для замачивания семян для обработки рассады это вот такой маленький пузыречек на начальных стадиях выращивания растений мы с вами применяем еще что я бы вот обратила на что внимание это то что нужно поддерживать влажность теплицы когда мы вот эту уже обработку сделали потому что наши микроорганизмы они живые если они пересохнут вместе с нашей почвой то эффект будет какой-то не очень хороший да поэтому мы очень обильно проливаем водой как я уже сказала чтобы эти бактерии туда проникли и полезные грибы туда проникли в почву во вторых они получили шанс на размножение в сухой почве они тоже не смогут жить да и дальше вот либо вы просто увлажняете периодически поливаете вашу земель куда либо вы накрываете спанбондом вот мне как нравится делать я так всегда раньше делала я сразу засеваю вот сидератами или я высеваю какие-то полезные культуры там зелень какой-то укроп петрушку редиску салатики листовые да и вот эта влага она у меня используется и на пользу моих бактерий которые я внесла и на пользу моих растений то есть мой труд не бесполезен что я вот хожу и пустую грядку влажняю нет а если вы этого не сеете то просто спанбондом накройте будет очень хорошо нет спанбонда даже можно я не знаю какими-то старенькими простынками там это все накрыть под ними тоже будет лучше влага ну вот дорогие друзья все так несложно вот мы растворили 10 литров этого препарата там опять же нормы расхода на квадратный метр есть видите использовали всего 40 миллилитров на 10 литров воды и вот этой бутылочки вам хватит на несколько обработок и до посадки и при посадке растений тоже можно это все повторять вот тогда у вас не будет болезней тогда вы будете обходиться без химических обработок вот сколько я рассказываю про это вы знаете сколько комментариев приходит вот прямо на уфома неверующий какой-то нет он вот не верит что без химических обработок может на обойтись ну вы попробуйте хоть раз вот так вот сделать да и у вас вы не представляете как у вас уже загрязнена почва если вы свои растения защищать защищаете химическими фунгицидами но вы уже я не знаю смысл тогда вот выращивать овощи если вы такие же обработанные можете купить в магазине у нас-то смысл личного вот этого дачного всего хозяйства в том что мы получаем экологически чистые овощи а для этого и нужны вот эти препараты вот оздоровитель почвы вот биозащита от болезней производители сейчас такой конкуренции находится уже много таких препаратов поэтому препараты выпускаются качественные эффективные если бы это было не так никто бы их не покупал а вот на самом деле вы почитаете отзывы тех кто уже воспользовался и они тоже подтверждают что да можно обойтись без химических обработок так что дорогие друзья вот берем на вооружение эти препараты у кого нет обязательно идем магазины покупаем ждем теплой погоды и проводим вот такую обработку и стен и почвы и уже ваша теплица будет готова принять ваши зелененькие растения чтобы они сразу росли крепкими и здоровыми